Здравствуйте! С вами Марина Романюк и программа «День города». Смотрите в выпуске. Включились почти на все сто. На правительстве сегодня говорили о начале отопительного сезона и не только. Фестивальная неделя. В Рязанских театрах стартовал марафон конкурсных показов «Зеркало сцены». 825 лет Рязанской епархии. Торжество провели в Богословском монастыре. Из 5000 домов в Рязанской области к теплу подключены 4900, то есть 98% всего жилого фонда. В Рязани эта цифра близка к 100%. Социальные же объекты обогреваются в полном объеме. Такие данные прозвучали сегодня на правительстве по теме начала отопительного сезона. Отопительный сезон в регионе стартовал успешно. Ну или почти успешно. Рязань за пять дней подключила весь жилой фонд. Социальные объекты тоже. Правда, есть одно исключение. Гимназия номер два на Соборной. Там еще идут работы. А проверку на прочность уже включенные теплосети прошли, кстати, не везде. Из повреждений на сегодняшнее утро на сетях управляющей компанией это шесть домов занимаются. По нашему графику сегодня все работы будут устранены. И у нас произошел небольшой порыв на квартальных сетях по улице Фирсова. Это 13 многоквартирных домов. Школа номер 15. Детский сад 91 и 96. То есть работы будут сегодня завершены. И надеемся, что дальше мы уже войдем в тот график, который для себя определили. Официальное начисление за тепло в платежки рязанцев стали вносить с 3 октября. Но, учитывая неравномерное подключение домов, тариф будет скорректирован индивидуально. При этом никаких заявлений писать не нужно, заявил Виталий Артемов. Пересчет будет автоматическим. В целом же по региону никаких серьезных эксцессов на теплосетях не зафиксировано. По области в целом из 5 тысяч трех домов включены 4902, 101 в процессе включения, что составляет 98% в работе. По детским садам и школам, соответственно, детские сады, один детский сад сейчас не включен также в Рязанском районе, и одна школа. Идут пусконаладочные работы, то есть сейчас должны пустить сегодня. Еще у нас в городе Касимове одна школа не пущена. Сейчас пока еще тепло. Коллеги занимаются. И вот тут едва не случился скандал. То ли информация у Минтека была устаревшая, то ли доведена она была некорректно. Но факт в том, что власти на местах и в Касимове, и в Рязанском районе, что называется, возбудились. Павел Викторович, здравия желаю. Это глава города Касимова, Бахилов Иван Аркадьевич. А вот информация по школе в городе Касимове, откуда она взялась? И какая школа не подключена? Артем Торчич, только микрофон включите. Номер школы я не подскажу сейчас, Иван Аркадьевич, но давайте отдельно с вами переговорим. Иван Аркадьевич, у вас подключены все школы? У меня все школы, Павел Викторович, включены. И это бы чрезвычайным происшествием считалось, если бы хоть одна школа была не подключена. Принимается. Главный позитив недели – два успешных для Рязани форума. Всероссийский МФЦ, где помимо призов региональная сеть получила еще и новые практики для внедрения, и московский агропромышленный. Выставка «Золотая осень», где рязанцы тоже отличились. За качество своей продукции они получили сразу 26 медалей разного достоинства, включая 19 золотых. И гран-при форума за вклад в его развитие. Отдельно на правительстве Павел Малков остановился на принципах бюджетной и налоговой политики региона на ближайшее время. Госдолг области теперь состоит из дешевых госкредитов, а это признак финансовой устойчивости. Рязань впервые вошла в число регионов с высоким уровнем долговой устойчивости. Это значит, что в сумме собственных доходов кредиты занимают небольшую часть. К тому же в основном состоят теперь полностью из дешевых бюджетных займов с низким процентом. А это один из показателей бюджетной стабильности региона. У нас такая, с одной стороны, умеренно консервативная политика, бюджетная политика. С другой стороны, мы и в этом году приняли бюджет развития, и несмотря на все проблемы, в будущий год тоже смотрим с оптимизмом. Планы по развитию, которые у нас есть, должны реализовываться в любом случае. И здесь, как я говорил, есть источники повышения налоговой базы. Мы очень активно работаем с инвесторами, запускается большое количество предприятий. Но есть источники нашей внутренней эффективности, тоже чем мы активно сейчас занимаемся. Темп роста налоговых доходов консолидированного бюджета области в прошлом году составил почти 120% к уровню 2021 года. Регион активно применяет инструменты инфраструктурного меню, предложенного правительством России. Объем бюджетных инвестиций в прошлом году составил более 10 миллиардов рублей. В приоритетах остается обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей, развитие социальной и коммунальной инфраструктур, реализация 24 актуализированных госпрограмм, финансовая помощь муниципалитетам в сохраненных объемах, укрепление долговой устойчивости. В Рязанском центре автоматической фиксации административных правонарушений, сокращенно ЦАФАП, автоинспекторы сегодня рассказывали старшеклассникам о технологиях видеофиксации в регионе, а также наглядно показали работу камеры. И заверили, ни одно нарушение не ускользнет от электронного взора. При вышении установленной скорости движения, выезд на встречную полосу, а также за стоп-линию. Это далеко не все нарушения, которые фиксируют камеры ГИБДД. Цифровые технологии уже настолько плотно вошли в нашу жизнь, что кажутся привычными практически во всех сферах и структурах. Об этом говорил школьникам госавтоинспектор Валентин Росин. Госавтоинспекция – это, наверное, одна из служб, которая выбрала в себя наибольшее количество, может быть, IT-технологий. Ведь мы по этой линии занимаемся и по автоматизированной фиксации административных правонарушений. Это все камеры фото-видеофиксации, которые фиксируют нарушения в Рязанской области. Они присылают данные в цифровом формате в центр автоматизированной фиксации, который уже дальше принимает решение о привлечении нарушителей к ответственности. Цифровые технологии используют и при получении прав на вождение, при регистрации автомобилей. Сегодня IT-специалисты – самая востребованная профессия на рынке труда. Ведь даже для тех же самых камер видеорегистрации необходимо постоянно модернизировать и отлаживать программное обеспечение. ДТП с пострадавшими на 2013 год составляло в районе 2480. На данный момент времени, есть данные только пока по 2022 году, потому что квартально закрывается год в декабре месяцем данные по ДТП. Сейчас на данный момент 1430. То есть практически в два раза был снижен показатель по ДТП с пострадавшими. Несмотря на то, что машин с каждым годом на дорогах все больше, благодаря фото и видеофиксации статистика правонарушений продолжает снижаться. Она анализирует движущийся поток и говорит, поверните еще на 10 градусов. Мы поворачиваем. Она говорит, так, опустите теперь на 2 градуса. Потом он выдает сообщение, да, теперь я установлю правильно, я могу работать. На таких вот профилактических беседах школьникам рассказывают и о работе камер, и о способах их установки. Целевая аудитория не только будущие автолюбители, но и те, кто захочет связать свою жизнь с цифровыми технологиями и ГИБДД. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рыбновском районе завершено расследование уголовного дела по факту смерти пожилой женщины. Причем поначалу вызов был совсем по другому поводу. Подробности далее. История эта начинается с обычной сводки происшествий МЧС. 10 мая в 12-м часу дня поступило сообщение о пожаре в деревне Брашкино Рыбновского района. Горел одноэтажный кирпичный жилой дом. На тушение выезжали 4 пожарных автомобиля, 10 человек личного состава. А после ликвидации возгорания история эта из бытовой превратилась в уголовную. Под завалами обнаружили труп. Как позже выяснилось, женщина 55-го года рождения. Сразу же следователи возбудили уголовное дело по статье 109. Это причинение смерти по неосторожности. В ходе предварительного следствия было установлено, что причастной к данному пожару явилась дочь погибшей, которая 10 мая 2023 года вышла на террасу покурить. И покурив, выбросила непотушенный окурок за террасу, то есть в траву. А сама ушла, закрыв при этом свою мать. При этом мать, она была инвалидом первой группы, она лежала, не вставала, у нее была парализована левая часть. Пожарно-техническая экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал непотушенный окурок. А следователи выяснили, что дочь потерпевшей ранее так делала не раз. То, что в уголовном томе звучит, как вела маргинальный образ жизни, на деле значит просто. Пила, курила, часто оставляла свою мать одну. Дочь могла даже пропасть на несколько дней. Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальный срок по этой статье – до двух лет лишения свободы. Зеркало сцены – событие долгожданное в театральной жизни города. Вся текущая неделя для театров зачетная. Конкурсные спектакли оценивает жюри. О сути фестиваля и о церемонии награждения рассказали сегодня на пресс-конференции в Министерстве культуры региона. С 2016 года зеркало сцены является профессиональной премией и вручают ее за творческие достижения в области театрального искусства в Рязанской области. В Рязанском зеркале сцены отражается лицо современного театра. А театр сегодня очень популярен. Куда бы ты ни поехал, теперь в любом маленьком или немаленьком провинциальном или столичном городе люди говорят, что никогда такого не было, чтобы сегодня только вывешивали театр и объявления о начале продаж, и на другой день все билеты были сметены. И, допустим, когда зимой приехала в Петрозаводск, они просто недоумевали, они не понимали, что происходит и как им вообще с этим взаимодействовать, потому что нет билетов и все. Люди атакуют, когда будут, когда спрашивают. Профессиональный театральный критик Марина Александровна не случайно в Рязани. В составе жюри только профессионалы, не имеющие отношения к Рязанским театрам, что позволяет максимально непредвзято и объективно выявить победителей в номинациях. Девять лет назад это была идея Рязанского регионального отделения Союза театральных деятелей России и руководителей наших государственных театров Рязанской области. Это был 2015 год, а уже через год у фестиваля появился статус. Он стал областным театральным фестивалем «Зеркало сцены» и был поддержан правительством Рязанской области. И восьмой год он действительно существует в статусе областного театрального фестиваля. В настоящее время мы с вами будем смотреть в этом году 10 спектаклей, чудесных спектаклей, четырех наших государственных театров. Мы будем, не мы, а члены жюри будут присуждать 20 наград, 20 номинаций у нас в этом фестивале, которые подтверждены денежными премиями. В рамках фестиваля каждый театр покажет по несколько спектаклей. Три спектакля от театра «Кукол», «Лето на память», «Три у поросят» и «Сон в летнюю ночь». Три спектакля от театра «Драмы», «Доходное место», «Двенадцатая ночь» и «Кто здесь». Музыкальный театр и театр на Соборной представили на суд по два спектакля. Кто выиграл от всей этой сложности в современной жизни, это театр. Театр в Москве, Марина не даст мне соврать, залы полные даже тогда, даже те, в которые не очень ходили, где не очень, ну скажем так, высокого класса трупа и высокого класса продукция. Я думаю, что я как раз приехала вот некоторое время назад из Архангельска и из Ярославля, где битковые залы совершенно, и это не может не радовать, это просто прекрасно, это прекрасно. Люди пошли в театр. Ну и, конечно, апофеозом фестиваля станет церемония награждения, которая всегда проходит как грандиозный праздник. Будут сюрпризы, конечно же, наша церемония никогда не проходит без сюрпризов, поэтому вы увидите и медийные лица, вот, и мы всегда такую сохраняем интригу по поводу ведущих церемоний. Состоится церемония награждения победителей 16 октября в Театре драмы, и это всегда яркое мероприятие посетить, которое непременно стоит. В этот раз вернется ковровая дорожка, которой несколько лет подряд не было, а сама церемония пройдет в формате школьного выпускного в честь года педагога и наставника. 9 октября Рязанская епархия празднует 825 лет со дня своего создания. Празднование началось еще в Древнем Благословском монастыре, для которого эта дата, кстати, важна, и как день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. История Рязанской епархии началась 8 веков назад, в 1198 году. По старому стилю отсчет ведется с 26 сентября, по-новому, соответственно, на 13 дней позже, 9 октября. До нашествия Батея в Рязани было всего три каменных собора – Спасский, Успенский и Борисоглебский. Остальные деревянные раскиданы по богатой земле Старой Рязани. В конце 18 века святитель Василий Рязанский перевел епископскую кафедру в Старую Рязань. После ее разорения Батыем в Переславль Рязанский с этого места епископы стали именоваться Рязанскими и Муромскими. У вас удивительные способности сразу отсканировать человека, сразу понять его суть и вынести приговор. Или вы его приняли, или вы его отвергли. И потом уже бесполезно что-то менять. Вот это очень быстро происходит. Это действительно талант. А я приехал, как бы ничего не подозревая, как бы не чувствуя опасности. Но, слава богу, мне был вынесен положительный приговор, несмертный. Меня как-то сразу приняли. А если приняли, то уже тебя не отпускают. Это как вот с Василием Рязанским. В конце 19 века Рязанская епархия становится одной из самых крупных в России. В цифрах это тысяча с лишним храмов и два десятка монастырей. Однако говорить о них, как об источниках духовной жизни, неправильно. Это и места просвещения, и помощи нуждающимся и обездоленным. При монастырях епархий было больше полусотни богоделин, то есть заведений, где содержали престарелых, немощных и инвалидов. Плюс ко всему шесть больниц и 516 библиотек. В церковно-приходских школах обучались учащиеся обоего пола. Позвольте еще раз всех поздравить с праздником и призвать всех быть достойными памяти великих тружеников Рязанской епархии, святых, преподобных, исповедников, мучеников, всех тружеников церковных, для того, чтобы жизнь церковная, жительство в пределах нашей Рязанской земли и процветало. За эти восемь столетий менялась и территория земли Рязанской, и количество храмов и монастырей, но, как сказал владыка Марк, главное не это, а подвиги святых людей, которые украсили Рязань своими достижениями. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова